Кот похожий на Тишку Кис-кис-кис-кис Кладелся Кис-кис-кис Кис-кис-кис-кис Кот Кис-кис-кис Крадюц-кис-кис Крадюц-кис-кис Курилом крадется А, там птичка была Крадюц-кис-кис Крадюц-кис 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 Сон, так как он Сон, так как он Он не хочет Сон, так как он Купил 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 Кажется, я ее ивестициировала. Несколько минут назад был резкий такой сильный ривень и хорошо, что он быстро закончился, но, в общем, если представить, что тут был ривень, то точно такой же ветер был. Кто-то просил в инсту скидывать побольше фоточек с улича, но это не в инсту пойдет, но человек и на ютубчике тоже был, потому что просил стримчика, просила, вообще, кажется, Зося из Киева. Если мой голос среди шума ветра будет расслышан, я без монтажа буду закидывать прямо без вступления на ютуб, напрямую с камеры, то приведите к зоосятнику Киеву. Вообще, надо было поперчатки на руке. Какое-то строение еще в моем детстве оно было, только крышу ему поднарастили уже потом. Пойду-ка я отсюда, в полно. Ну, в смысле, я сумки сниму, а там мусор какой-то. Только сегодня заметила один момент, никогда не обращала раньше внимания на это. Если насики вдруг это будут смотреть, то, конечно же, обсудят. Кстати, почитала тут статью этих насиков. Ну, точнее, тут про них писал. Сделала три скриншотика, может, потом скину в инсту. Чисто потому что поофигевать. Ибо, ну, я никак не подхожу под описание, которое там журналист оставила. Короче, первое отдельное, которое я заметила. Я раньше думала, что тут дофига сосен, но на самом деле это оказались дофига лиственницы. Именно в этом месте этот парк. Тут точно, я не знаю, может, у него есть название, может, нет. Это как раз вот у Волги на опережной. И вот здесь вот ствол яблоня. Тьфу, пардон. Почему-то я это... Сегодня я сейчас шла, как раз вспоминала, как ту лиственницу звать. Новый повод как раз поржать надо мной у некоторых людей. Короче, это береза тут слева и справа, возможно, лиственница. Тут против солнца. Может, не очень видно. Но и другой момент на другой стороне. Тоже такой же она увидела. Причем, как бы, никогда тоже не обращала внимания. Вот. Тут не против солнца. И лучше видно как раз вот береза и другое дерево. Я когда шла сначала, думала, что просто две березы. Ну, как бывает иногда. Из одного ствола или вот как он там, две березы рядом. В общем, забавно. Мне нравится этот район все больше и больше. Когда-то давно вон там была сцена. И мы с сестрой в детстве. Был, по-моему, день цветочного. Сцена как бы осталась. Ее основание. Ну, вот сама эта спинка у нее уже давно отвалившаяся. И тут был чувак, который меня тогда как-то так удивил и поразил. Но он уже давно ласты склеил. Ну, может, не сильно давно. Ну, в общем, какая-то там сожительница или сожитель. Я точно не знаю подробностей. В смысле не помню уже подробностей. Не суть важна. Укакошила. Это в тему. Я как бы не против тех, которые бухают, чтобы они меня не напаивали. Ну, как бы я не против людей. До тех пор, пока эти люди своим вероисповеданием меня агрессивно не начинают на меня наезжать. Что типа я должна исповедовать их образ жизни. Как бы недавно ВКонтакте было с одной мадемуазель, которая то ли зрительница, то ли мимо шла. Короче, был там такой чувак. Оказывается, он жил на механке напротив меня в соседнем доме, ближе к заводу механическому двухэтажному доме. Юра, кажется, подъяблонский. Подъяблоней родившийся, в общем. Ну, кто-то из его предков, видимо, тусил подъяблоней, из-за чего пошла вот эта фамилия. И вот он как раз на этой сцене сидел, по-моему, на тубареточке и толкал свои стихи, потом песни пел под гитару. Вот что-то я вот вспомнила этот момент. Вот как раз этот остаток этой сцены. Ну и ряды лавочек таких. Чисто такой Советский Союз. Вот в Абхазии такой как раз Советский Союз. С местами по большей части встречается. В Ярославской области в одном месте, в Константиновском, по-моему, районе. Тоже у меня одногруппница жила. Я у нее не помню, сколько ночевала. Но, может быть, двое суток пробыла. Наверное, одну ночь ночевала скорее всего. И, в общем, короче, там вот такая, такие же двухэтажные домики по большей части. И мне эта Константиновская очень напоминала цветочный. А вот по цветочному мои скоро будет два года. И, в общем, она приехала. И уже, когда прописка у меня чуть больше появилась. Короче говоря, оно очень мне напоминает такой конкретный Советский Союз. В таком хорошем очень смысле. Так что, вот такие дела. Я, как бы говорю, обычно тихо, но по большей части. И на монтаже я увеличиваю на 3% звук. Но тут еще ветер шумит, и я не буду монтировать. Просто мне совершенно сейчас некогда. Я очень долго учу в этот раз Type. Хотя у меня Photoshop пошел лучше. Видимо, практика все-таки есть. И я тоже начинала палки Никитинской. В том смысле, мне приятен написал все время. Мануальчик маленьких основных действий в Photoshop во время Type-A-Klina. Ну и как-то вот у меня... Я полночи не могу уснуть. По большей части из-за контроля. В зоне стоит 50-50. И пока не могу вообще скрывать и подняться. И у меня первую половину дня стабильно такой, типа насморк. Без температуры, без чего-либо. А потом все проходит. И я вот... Если мигрени нет, то Type-A-Klina. Но по большей части надо что-то приготовить поесть. Потому что поесть нечего. Ничего готового нет. Но и как бы... То все пятое, десятое. И максимум 3-4 страницы в сутки выходит сделать только. Там такое что-то интересное. Правда, сейчас тоже солнце в глазах. И я, наверное, не смогу это нормально увидеть. Ну, вот мне все хотелось сюда выползти с камерой. Приблизить и грязучую это. Ветрища вообще. Я, наверное, местами буду просто чисто молча записывать этот ветер. Пока рука не замернет окончательно. Жалко, что на этой камере она праворучная. Ну, вот буквально за несколько дней назад тут было две или три стайки уток. Потому что там была только одна стайка уток была. Видать, с того места, где обычно на них охота идет. Потому что раньше, периодически летом, осенью стреляли. По звуку, как фейерверк, ну, как бы не очень понятно, что это. Деревня-то и понимает, что как бы стреляют в летный фейерверк. Потому что другому чуть-чуть звук идет. Мне потом родня сказала, что там как бы охота на уток. И вот, а утки просто в районе, где изначально была, показывала эти волны. Где у нас раньше гараж был у дедушки. Потом у моего дяди. Потом этот гараж кому-то другому перепродался. И вот, что это было. И вот, что мы подожгли. Ну, в смысле, подожгли-то рядом. Сгорели практически все на этом ряду. Там что-то разобрали. Ну, почему эти были именно вот в этом месте раньше? А теперь их две или три стайки. Вот, хотела потом погулять с камерой. Буквально, может, два дня назад видела. И был такой приличный кусок льда. Ну, конечно, к нему не походишь, но нет. Ну, и, в общем, как бы, вышла сегодня с камерой. А льда уже и нет. Пока отрублюсь, рука за нордом. Не вынесла, потому что я там обратно включила камеру. Хотя холодно в руке. А на Волге такие барашки. И, в смысле, эти волны сейчас будет по кругу. Ветерная раздевается. Он специально стал сильнее. И сейчас если выключу, то будет опять меньше ветра. Есть такие баритники один чувак, Вениамин. Я когда-то снимала на фотик Лиды Углича. И там, ну, в общем, не. Люди, наверное, везёт. Я так не замечаю. В каких-то красивых местах людей нет. И в других местах, возможно, людей так мало. Хотя здесь, по-моему, это обычно... Ну, как бы, хорошо, что повисушки нет. Бывает, иногда хочешь поснимать. Хорошую погоду. Тепло, всё такое. Какие-нибудь карманы в машине. И горланят. По-моему, ты любёшься за монтажа вырезать. В смысле, в монтаже вырезать. В приманку вырезать. В приманку вырезать. Может, я заходу на кнопку нажать на кнопку, и анти-ведьмом кишу. Но так как у меня ветра чаще не бывает дома, как бы, не бывает ветра дома, то я её, может быть, даже уже и выключила. В своё время и забыла включить обратно. Не знаю. Понимаете? Декосильный. Скажем. Там, похоже, надо, это, ближе к дому сваливать, а я хотела часик погулять, там какой-то человек всё-таки идёт, хотела часик погулять из камеры и без камеры, вчера дошла до аптеки, хотела прогуляться и резко пошёл, но ещё там было холодно, думаю, ну, нафиг, надо идти там. Ну и вообще, когда нет людей, не так стрёмно говорить на камеру, на улице будучи, я не знаю, как люди снимают себя на селфи, на селфи, на селфи-палку, вот эти влоги ведут на ютуб, была вот такая Алена О, я у неё смотрела некоторые ролики, она там много раз уже смотрела, но вот, как она уже смотрела, Алена Овсянникова, сейчас не знаю, как она называется, но у неё были вот эти влоги, когда она с ребенками, с ребенками, с ребенками, с сыновьями, шла куда-то, и на палке себя снимала, или как-то ещё, блин, это стрёмно, человек идёт на камеру, разговаривает, а люди на него-то молотят, я бы, не знаю, я бы так не смогла, а я ещё до этого не созрела до такого, у меня дико стрёмно, у меня в Ашалаево, который застукал, в чём деревня как бы мёртвая давно уже, а он там пчёлом пчёл, я не знаю, у меня там несколько лет, этого года ещё, на экшн, кажется, были сняты, сколько ж у меня материала сделано, ой, снята, но, не знаю, ничего, нанесён, в порядке для этих всяких идей, у нас тут лавочки, по-моему, их поставили год-полтора назад, у меня такое ощущение, что тут возможно когда-то тоже были изначально лавочки, потому что как бы такие ниши, своего рода, от дорожки идут, иначе для чего они были сделаны, сейчас там был хороший вид. Ветер практически стих, но рука такая уже холодная, поэтому я, пожалуй, пока снова отрублюсь.